Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Не знаю, сколько у вас на часах, а у меня раннее утро. Я еще толком не проснулся. Извините. Я собираюсь вам дать несколько идей для завтрака. Не ожидайте, что это какие-то супер-пупер-идеи, по которым вы не имеете представления. Нет, это идея для завтрака, которую я почерпнул у испанцев. А раз уж я живу в Испании, то и логично в первую очередь рассказывать именно про привычки испанцев. Правда? Лето в наших краях 8, а то и 9 месяцев в году. Ну и, видимо, в силу этих причин, в силу постоянной практической жары, у местных жителей выработался особенный режим питания. Просыпаются они, как правило, очень рано и в основной массе, ну, по крайней мере, те, с кем я общался, на завтрак выпивают стакан молока или стакан воды и все. И отправляются на работу. А часам к 9 идут в какой-нибудь бар для того, чтобы выпить чашечку кофе и съесть бокодию. Это у них получается такой второй завтрак. Название бокодия произошло от слова «бока» – «род». Различают два основных вида бутербродов. Это бокодию, закрытый, который готовится из длинной булки типа багета. И тостада. В тостаде хлеб, как правило, поджаривается. То есть, это такой бутерброд на тосте. Впрочем, хватит уже болтовни. Пройдемся на рабочее место, займемся завтраком. Готовят бокодию чаще всего так. Берут багет. Разрезают его. Багет должен быть хрустящий. Это очень важно. Хорошая бокодия всегда имеет хрустящую корочку. На нижнюю сторону капает ароматного оливкового масла. Затем кладут твердый сыр с резким вкусом. Мне чаще всего подался манчега, но вот это у меня чеддер. Дальше несколько ломтиков хамона. Это может быть как обычный сыровяльный хамон, так и хамон кассида. Хамон кассида на самом деле обычная ветчина. На верхний кусочек хлеба немного протертых помидор. И завершаем сборку. Вот такая бокодия получилась. Конечно же, ее можно собрать без любого из этих ингредиентов. Или добавить что-то свое. Но по моим наблюдениям, вот этот состав самый распространенный. Ну, по крайней мере, в наших краях. Переходим к второй. С ним немного сложнее. На сковородку наливаю немного оливкового масла. Теперь надо нарезать тонкими пластинками куриную грудку. Нужен острый нож и твердая рука. Такая тонкая нарезка крайне важна, потому что чем тоньше, толщина требуется 6-8 мм, тем быстрее и равномернее приготовится. Куриную грудку очень легко пересушить. Чем толще кусок на сковородке, тем медленнее проходит теплота внутрь этого куска. И к тому времени, когда грудка внутри уже приготовилась, внешние слои безнадежно высушены. Обжарка происходит очень быстро. Положил кусочек, слежу за изменением цвета. Смотрите, сырое мясо розовое, готовое белое. Как только слой белого мяса поднялся до середины ломтика, переворачиваю. И тут же пробую упругость пальцем. Смотрите, вот сейчас половина куска еще сырая, но как только вы почувствуете изменение консистенции, тут же снимайтесь с огня. Всего-то на 10-15 секунд задержитесь, получите пересушенный кусок. Вот, посмотрите, что значит сочная грудка, а? Вот именно, ключ к хорошему настроению с утра, хороший завтрак. Этот вариант бакадии не стоит делать заранее. Стоит куриной грудке чуть-чуть остыть, и все, никакой сочности не останется. Собираем все вместе. Масло в этот раз не надо, грудка и так масляная. Вот вам второй вариант. Бакадия кон пичуга де пойо. Бакадия с куриной грудкой. Бог любит троицу, поэтому последний вариант очень испанский, очень аутентичный. Бакадия с тортильей. Как готовить испанскую тортилью до патата, картофельную тортилью, я показывал вот в этом ролике. Если кто-то еще не видел, щелкайте и смотрите. Ну, или если смотрите на планшете, то заглядывайте в описании видео, ссылка там будет. Тут совсем все просто. Хлеб и тортилья. Вот и все. Это три самых часто встречающихся, ну, по крайней мере, в наших краях, аутентичных испанских бакадии. Ну, и напоследок я приготовлю классический горячий бутерброд, который тоже в некоторых местах здесь можно встретить, который готовится очень просто. Начинаем. Натираю немного сыра. Сыр, как вы понимаете, на ваш вкус. Я тру все тот же самый чеддер. Теперь немного сыровяльного мяса. Кроме сыровяльного мяса, как вы понимаете, можно использовать ветчину, колбасу, вообще все что угодно. Мясную составляющую или вообще ее не использовать. А теперь все это надо смешать с яйцом. Можно еще добавить немного сливок, если вы хотите больше нажористности, но я буду без сливок. Ну, и посолить не забудьте, если у вас сыр либо мясо не имеют яркого соленого вкуса. Все, теперь перекладываю это на кусочек хлеба и отправляю в духовку. У меня в духовке есть верхний гриль. Если у вас такого нет, не переживайте. 180-200 градусов, несколько минут, и все будет готово. Еще одна хитрость, хотя какая-то и хитрость, все вы про нее знаете. Просто хочу напомнить, если у вас хлеб недостаточно хрустящий или вообще не хрустит, его можно немного подсушить в духовке и получите ту самую хрустящую корочку, какая вам нужна. Вот и все, можно доставать. Смотрите, какой краешки закоричневели. Они будут хрустеть все, как я люблю. Вот и все на сегодня. Примерно вот так испанцы и завтракуют. Ну, не считай же действительно завтраком их стаканчик питья с утра. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Заглядывайте в описание видео. Там есть ссылки на Инстаграм, на ЖЖ, на ВКонтакте. Во ВКонтакте можно мне задать вопрос и гарантированно получить ответ. Потому что на Ютубе очень многие из вас задают вопросы, видимо, из Гугла+. В результате я не имею возможности ответить. У меня не появляется даже кнопка такая, ответ. Спасибо за компанию. Всем пока.